С 1 сентября в Благовещенске прекратил работу центральный рынок. Напомним, в прошлом году муниципальное место торговли перешло в частные руки из-за изменений в федеральном законодательстве. Городская мэрия выставила его на торги. Новый владелец приобрел объект за 170 миллионов рублей. Он планирует оборудовать здесь подземную парковку. Со 2 сентября указом президента российским пенсионерам начали производить единовременные выплаты. 10 тысяч рублей только в Амурской области получат более 220 тысяч человек. Еще одно нововведение – это закон, который позволит по одному заявлению оформить права на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, где размещены гаражи. С начала учебного года молодые люди от 14 до 22 лет смогут получить Пушкинскую карту, которая позволит бесплатно посещать концерты, музеи и театры. На ней будет лежать 3 тысячи рублей. Израсходовать их необходимо за 4 месяца в любом регионе России. В Благовещенске амурчане все чаще стали замечать змей. Сразу 2-х 1 сентября выловили спасатели в районе набережной. Они были выпущены в лес. В 20-х числах августа возле стадиона Амур прохожие также сняли на камеру телефона змею. Как сообщают специалисты, случаи, когда пресмыкающиеся появляются в населенных пунктах Амурской области, происходят ежегодно. А поводок, который принес в область большую воду, согнал их с места обитания. Президент России Владимир Путин в ходе общения со школьниками во Владивостоке посоветовал им избегать некачественной информации и доверять профессиональным источникам, таким, например, как общество знания. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00.